Всем привет ребята, с вами я Savonty, вы на канале своими руками. В этом ролике я вам покажу, что же можно смотреть в 2020 году на старых SD-шных тюнерах. Как отсканировать каналы и с каких частот, с каких спутников можно принимать открытые SD-шные каналы. Вот мне попался в настройку такой вот динозавр, он старючий, это Cosmosat 7410, но тем не менее он рабочий, это с гаража, стоит у клиента в гараже, клиент занимается автомобилями и ему для фона, а бы что-то там трещало по телевизору. Тем не менее он рабочий, я его настроил, давайте покажу, что на нем можно смотреть. У многих еще подобные тюнера есть в использовании и некоторым тех каналов, которые можно поймать на данный тип тюнера, количество этих каналов устраивает. Сканирование каналов абсолютно одинаковое, ну разве что интерфейс тюнеров разный, а так принцип одинаковый. Заходим в установки, здесь у клиента три спутника, тарелка на три головки, ну Горыныч, Hotbird, Sirius и Amos. Соответственно выставляются настройки каждого спутника, вот допустим Amos выбираю, универсальный тип конвертера, частота LNB нижняя 9750, верхняя 10600, выбирается какой-либо транспондер, ну желательно выбрать рабочий. Частоты со спутника я вам покажу, приведу в таблице, вот можете видеть 1140, горизонтали 30000, рабочий транспондер. Я выбираю этот транспондер, выбираю тип десека, у меня десек 1.1 и выбираю порт первый, у меня порт первый. При правильно выбранном порту десека у вас появится уровень и качество сигнала, можете видеть Q и L, уровень сигнала и уровень качества. 12 вольт можно выключить, ну и нажимаем сохранить. Затем можно выбрать зеленые клавиши список транспондеров и выбрать нужный нам транспондер. В таблице переведены транспондеры со спутника Amos, можете поставить на паузу и выбирать нужный вам транспондер. Транспондеры я выставил только DVB-S стандарта, не MPEG-4, а DVB-S. Так как этот тюнер принимает только каналы в SD качестве, то есть стандартного качества. Нужно выбрать транспондер и нажать, как в данном случае, красную клавишу сканировать. Можно выбрать FTA каналы, это то есть открытые каналы. Также есть вариант выбора FTA и NIT и все. Проще выбрать FTA каналы, режим сохранения перезаписать и нажать ОК и у вас просканируется данный транспондер. Вот можете видеть, просканировались каналы, нажимаете ОК и сохранить. Я отменяю, потому как я уже просканировал и отредактировал их. Когда вы отсканировали все транспондеры данного спутника, переходите на другой спутник, допустим Sirius. Также выставляете порт DSECO, у меня порт 2. Опускаетесь ниже сохранить. Выбираете список транспондеров. Я здесь привел также список транспондеров с данного спутника. Еще раз хочу напомнить, это транспондеры DVB-S стандарта для тюнеров SD-качества. Я тут не упоминаю транспондеры в MPEG-4, либо DVB-S2. Выбираете нужный вам транспондер и производите сканирование. Либо по очереди, если в вашем тюнере есть возможность сканировать несколько транспондеров подряд. Выбираете несколько транспондеров и нажимаете сканировать. Вот допустим 12.284, нажимаю красную сканировать. Опять же выбираю только FTA каналы, то есть открытые, без всяких ключей и нажимаю ОК. После того, как вы просканировали данный спутник, вы переходите на следующий. Это будет Hotbird. Также выставляете тип DSECO и выставляете порт DSECO. У меня порт DSECO 1.1, порт 3. Выбираю его, нажимаю список транспондеров, зеленую клавишу. В моем случае выбираете нужный вам транспондер. Список транспондеров также привел. Вот допустим 11.0.34, вертикали 27.500. Выбираете его и нажимаете сканировать. Если уже у вас нет нужного транспондера в вашем списке транспондеров, вы можете легко либо отредактировать другой транспондер, нерабочий, либо ненужный. Вот в моем случае желтой клавишей редактировать. И я ввожу здесь любые цифры, как вы можете видеть с пульта. И так же само меняю скорость. Либо 27.500, либо 30.000, либо ту скорость, которая вам нужна. И так же меняю поляризацию. А потом опускаюсь ниже и нажимаю сохранить. Если вы не хотите сохранять, можно добавить. Как в моем случае зеленой клавишей добавить. И здесь так же само с пульта вы вводите любую частоту и любую скорость потока. Так же выбираете поляризацию и нажимаете сохранить. В конце списка вот добавился новый транспондер. Нажимаете красную сканировать и у вас добавятся каналы с данного транспондера. Все, я отсканировал все каналы. Теперь можно зайти в редактор каналов. Создать свой список. Поперемещать каналы так как вам удобно. И вот я сейчас покажу какие же каналы и какое количество их доступно на данных тюнерах. Я убрал все телемагазины, рекламные каналы. А так же духовные или как их называют еще бабушкины божественные каналы. Я не хочу никоим образом оскорбить чувства верующих. Но просто большинство моих клиентов их не смотрят. Итак, у меня получилось всего 54 канала. Давайте посмотрим. Да, 54 канала. Итак, какие же это каналы? Я сортировал так каналы по популярности, как их обычно смотрят мои клиенты. Это Интерплюс в SD качестве. Можете справа видеть в окошке параметры канала. 1 плюс 1 Интернешнл, ICTV UA, Украина 24, ЗИК, Перший Незалежный, Укрлиф, Солнце, ТНТ, ТВ РУС, РТР, ОРТ, РСИЯ 24, НТВ МИР, Восьмой ТВ РУ, Новый Мир, СИБИСИ АЗЕРБАДЖАН, Казах ТВ. Музыкальный МАДМЮЗИК, также можно его в принципе удалить. РТДОК, НЮСВАН, ЭСПРЕССО ТВ, ЦЕНТРАЛ, РАДА, НАТАЛИ, УНИАН ТВ, КИЕВ ТВ, РАБИНОВИЧ, ПЯТЫЙ КАНАЛ УКРАИНА, КРТ, ВИНТАЖ ТВ, ПРЯМЫЙ, СТО ДВНАДЖАТЫЙ, НАШ, БЕЛСАТ ТВ, БЕЛОРУСАТ ТВ. РУССКИЙ КАНАЛ, ДОЙЧВЕЛИ, в принципе на немецком также можно удалить, но интересно посмотреть новости. МИЛЕДИ, еще раз повторяется, АИСИТИВИЛА, НЮС-24, ЭКО, ПРЯМЫЙ СД, ПЕРШИЙ УКРАИНСКИЙ, ОАКРЫМ, ЗАХИТ, ЧЕТВЕРТЫЙ КАНАЛ УКРАИНА, ЧПИНФО, БЛЭКСИТВ, МАЛЯТКА, ГАЛИЧИНА, ДОНЕЧИНА, ПРАВДАТУТ, ГЕНИЙ ТВ я его называю, этот канал, ФЕШН, в принципе так же можно от него избавиться, ну и БЕСТМАРКЕТ тоже можно убрать. Итого реально смотрибельных каналов здесь около 50, хоть тут отсканировано 54, но реально которые можно смотреть каналов 50. Так что списывать со счетов старые тюнера как бы еще нельзя, на них еще есть что посмотреть. Всем спасибо за просмотр, поставь лайк если понравилось, если еще не подписан на мой канал, подпишись, нажми на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока!